Вадим, мы видим твою презентацию. Отлично. Слышно хорошо? Да, отчетливо. Все супер. Всем добрый день. Илья, спасибо за приглашение. Моя презентация будет посвящена среди исполнения SAP CPI. Скобочек, я стал Cloud Foundry, потому что некоторые компоненты, некоторые объекты, они отличаются от того, что мы увидим в нее. Но общая концепция, она будет применима и к нее тоже. Зовут меня Вазим Климов. Я занимаюсь SAP интеграцией изначально с on-prem систем и в последнее время много внимания делаю к Cloud продуктам. Поэтому в этот раз поговорим про Cloud. Начну я, пожалуй, с общей картинки архитектуры CPI тенента. Просто, чтобы представить, где у нас, какое место занимает среди исполнения CPI. Сам CPI тенент, он состоит из одной или нескольких управляющих нот и одной или нескольких средств выполнения, или рантайм нот. Он подключен к хранилищам, которые стоят базами данных и GMS брокерам. И перед ним стоит балансировщик нагрузки F5, через который мы подключаемся по HTTPS, которая распределяет нагрузку на ноту управления и на ноты выполнения. Исходящее подключение у нас через балансировщики и ноты, они идут напрямую из ноты выполнения. Про ноту управления я детально рассказать ее не буду, потому что тема презентации будет сфокусирована на нотах выполнения. То есть это как раз те рабочие ноты, которые выполняют интеграционные процессы. По умолчанию, тенент поставляется с одной нодой выполнения. Кластер может расширяться до нескольких нот. Мы сконцентрируемся на обзоре одной ноды, а не всего кластера. Просто будем иметь в виду, что эти ноды могут быть растиражированы. И переходим, наверное, к одному из главных слайдов этой презентации. Это, собственно, степ компонентов, которые формируют ноды выполнения CPI. Для Cloud Foundry пойдем к самому нижнему уровню. Для Cloud Foundry ключевым компонентом является Cloud Foundry контейнер. И этот контейнер, по сути, это уровень абстракции, уровень виртуализации, который Cloud Foundry тенент предоставляет для сервисов и для приложений самых различных. И CPI в данном случае это один из сервисов средоисполнения рантаймнода CPI. Это одно из приложений, которое деплоится в контейнер. Зачем этот контейнер нужен и чем он существенно отличается от того, что мы видели в нео, могли бы увидеть в нео-то, это то, что у нас есть достаточно широкий доступ к изоляции всех приложений, которые работают в этом контейнере, от всех внешних объектов. И с другой стороны, структура и архитектура Cloud Foundry позволяет нам динамично подключать сторонние сервисы к этому контейнеру. В случае, если нам потребуется работать с другими сервисами, с другими зависимостями, они могут быть подключены. Следующий уровень это операционная система. В данном случае это Linux. И я буду показывать примеры на реальном аккаунте. Мы видим, что это Ubuntu, операционная система для Cloud Foundry, на базе которой работает, кроме технических сервисов и мониторинговых агентов, работает виртуальная машина Java. В контексте которой, собственно, выполняется runtime node и все компоненты, которые с ней связаны. В данном случае это SAP, как брутальная машина. И важные компоненты, которые, собственно, и делают из CPR runtime node интеграционную платформу, это OSGI компоненты и интеграционный фреймворк. OSGI, мы поговорим про него дальше. OSGI – это набор спецификаций, который определяет, как можно построить модулиризированную Java платформу. То есть, по сути, в NetWear, в OnPremise системах, это был Java Enterprise Edition, Java E. При переходе на CPI мы имеем дело с другой платформой и с другой средой исполнения Java приложения, которое основывается на OSGI. И одним из основных преимуществ OSGI платформы является то, что, как мы видим дальше, мы можем помещать в этот контейнер, деплоить различные приложения, различные компоненты, стандартные, нестандартные, самописанные компоненты. И они все могут взаимодействовать друг с другом в виде зависимости. То есть, мы таким образом получаем достаточно высокую степень динамичного деплоя и высокой степени изоляции. Высокую, но не полную. Мы поговорим про это тоже, что иногда могут быть какие-то накладные расходы, которые могут привести к неожиданному поведению. Почему OSGI фреймворк и OSGI контейнер разделены на этом слайде? Потому что сама спецификация, есть референсная реализация этой спецификации, которая реализована в виде OSGI фреймворков. OSGI фреймворк – это база, которая определяет, как взаимодействуют компоненты, что, собственно, представляет собой компоненты, какие контракты между ними есть и какой жизненный цикл есть у компонентов. Его можно запустить не в локальной машине, его можно запустить в клауде, с ним можно работать, но работать с ним не очень удобно, потому что в нем будет отсутствовать достаточно много вспомогательных приложений, вспомогательных утилит, сервисов, в помощи которых из просто среды исполнения можно сделать среду исполнения, которые выкорпоративным приложением. Здесь нам на помощь приходит OSGI контейнер. OSGI контейнер – это среда выполнения приложений. Она основана на каком-то фреймворке, OSGI фреймворке, и она уже предоставляет более расширенный спектр сервисов. То есть сервисы по логированию, сервисы по доступу к артефактам безопасности, сервисы по подключению к удаленным ресурсам, к GMS ресурсам, к удаленным пазам данных и так далее. И в этот контейнер мы, собственно, и деплоим разные компоненты, которые делают из этого приложения в первую очередь – это интеграционный фреймворк. Это основа, которая лежит в базе всех интеграций, которые будут выполнены с рентаймнодой. В данном случае это Apache Camel, который используется в SAP CPI. Apache Camel уже поставляется в виде компонент, который деплоится. Мы поговорим, что есть минимальный набор компонентов, которые необходимы, и есть дополнительные компоненты, которые в КМЕ поставляются. И есть специфичные компоненты SAP CPI. Это адаптеры, это дополнительные обертки над Camel компонентами и стандартными джавых компонентами. И в том числе мы можем разрабатывать свои компоненты и деплоить их. В частности, наверное, наиболее частым таким компонентом будет CPI адаптер. Потому что CPI адаптер – это не что-то иное, как бандл, лазгий бандл, пакет, который мы деплоим в контейнер. Структура и эта архитектура, она зачастую скрыта от разработчика. То есть разработчик, ему нет необходимости вникать в работу фреймворка, в работу контейнера. Он формирует пакет, который он может деплоить через среду разработки. И недавно в Cloud Foundry появилась возможность деплоить их через WebUI. Ну, просто полезно знать, что стоит под компонентами. Поговорим по поводу стекотехнологий, которые формируют архитектуру. Как я уже сказал, операционные системы – это Linux, вертальная машина Java – это SAP GVM, ОСГИ фреймворк, который пользуется CPI – это Felix. Наиболее распространены два фреймворка – это Equinox или Felix. И раньше, когда SAP GVM использовался Equinox фреймворк, потом был переход на Apache Felix. Опять же, этот уровень, он скрыт от разработчика, и зачастую разработчику нет необходимости знать, какой ОСГИ фреймворк используется в CPI-рэнтернете. То, что нам потребуется больше, это представление о том, какой контейнер используется, ОСГИ контейнер. И в данном случае мы имеем дело с Apache Caravan. Это один из наиболее распространенных ОСГИ контейнеров и ОСГИ средств исполнения, которые мы можем встретить на рынке. И он предоставляет нам очень много сервисов, которые мы можем потреблять из Java или из Groove и которые мы можем потреблять из нее, например, в виде Shell-комманд. То есть, в принципе, с точки реадминистрирования и мониторинга, он предоставляет достаточно много Shell-комманд, которые мы можем выполнять. И некоторые из них мы с вами попробуем выполнить в демо. В ОСГИ контейнер деплоид-компоненты, я уже сказал, что Apache Caravan, это необходимый минимум, который должен присутствовать, и C++-специфичные компоненты. Эти два уровня, они предоставляют сервисы, деплоид-сервисы, которые делают из Java-саде исполнения C++-специфичные компоненты. Список сервисов очень большой. И дальше мы посмотрим на некоторые из них. Многие сервисы, чисто технические служебные сервисы, они скрыты от разработчика, они работают нативно в Runtime Nod, и взаимодействуют друг с другом, взаимодействуют с внешними службами, например, с системой хранилища, с системой журталирования. Но разработчик к ним имеет весьма посредственный доступ, и зачастую этот доступ ограничен либо настройкой соответствующих шагов в интеграционном процессе, либо они могут развиваться через Java-IP из скриптов, из Java-скриптов, или из Google-скриптов, либо из адаптеров. Сейчас мы немножко поговорим про Camel. Про Camel уже Илья рассказывал в прошлые годы достаточно много. Главное, что бы я хотел сказать, это то, что Camel это интеграционный фреймворк, это не интеграционная шина. Разница в том, что фреймворк это в данном случае реализация определенной спецификации и функциональности, это еще не система, с которой мы можем работать. То есть фреймворк, он должен быть задеплоен в среду исполнения, и чтобы с ним было работать более удобно, нужно разработать инструменты мониторинга, инструменты взаимодействия с этим фреймворком. Фреймворк с открытым исходным кодом. Таким образом, мы можем посмотреть, как работают компоненты Camel, мы можем писать свои компоненты, в определенной степени мы можем расширять компоненты Camel. Он поддерживает большинство шаблонов интеграции корпоративных приложений, не все, но большинство. И на сайте Camel можно посмотреть список шаблонов, которые он поддерживает. Это очень удобно с точки зрения унификации языка, которым разработчик CPI может общаться с другими платформами интеграционными и с интеграционными архитекторами, потому что, по сути, мы описываем интеграционный процесс с помощью шаблонов, которые не специфичны для CPI, не специфичны для SAP. И он поддерживает предметно-ориентированные языки. Целый набор из них. Мы можем описывать интеграционные сценарии с помощью Java, можем описывать с помощью XML. Мы увидим, что CPI использует DSL Blueprint XML, то есть интеграционные процессы, которые в итоге генерируются в результате настроечных шагов, они описаны XML. Сам по себе фреймворк может поддерживать другие языки. И он поддерживает встраивание в различные сервера приложений. То есть мы можем выполнять его как отдельно стоящее приложение, мы можем интегрировать его в контейнеры. Можем интегрировать его в Java и сервере приложений. А в данном случае он нативно поддерживает работу с крафт-контейнером. Таким образом, у нас получается очень удачная связка между средой выполнения Java и интеграционным фреймворком. И он поддерживает очень высокий уровень абстракции данных, которые передаются через него. То есть у него нет привязки ни к структуре данных, ни к формату данных. Мы можем передавать пиднартные данные, можем передавать текстовые данные. Текстовые данные в любом формате. Если каких-то компонентов в CPI нет, мы можем написать свой компонент для очень специфичного формата данных. Таким образом, Common Framework представляет нам очень универсальный доступ для того, чтобы интегрировать практически все со всем. Архитектура Common Framework принципиально состоит из компонентов и процессоров. Компоненты это те элементы, которые позволяют нам взаимодействовать с системой. Процессоры это те элементы, которые позволяют нам делать какие-то операции над сообщением, которое мы выполняем. основа фреймворка это маршрутизация. То есть, после того, как мы получили сообщение, неважно каким способом, сообщение было отправлено в интеграционный сценарий или интеграционный сценарий заполил сообщение из внешней системы, выполняется набор шагов по маршрутизации, по преобразованию сообщения по маршрутизации и доставке к целевым системам. Все маршруты, которые определяются в Камеле, в CPI определяются графически. Как я уже сказал, на нижнем уровне они преобразуются в XMLE представлению маршрутов. И все маршруты в Камелл-контексте могут быть представлены как набор правил маршрутизации. Мы поговорим о Камелл-контексте. Камелл-контекст это способ изолировать разные наборы маршрутов. В частности, в CPI каждый iFlow будет представлен, будет выполняться в своем контексте. Компоненты и процессоры. Компоненты это адаптеры в понимании CPI. Процессоры это шаги преобразования сообщения. Преобразование либо маршрутизация сообщения. Эти шаги, достаточно много шагов уже предоставляются из коробки. Плюс, если есть какая-то необходимость, мы можем расширить сандартный функционал. Наиболее часто это выглядит в виде написания своих скриптов либо в случае компонентов написания своих адаптеров. Не только SAP разрабатывает компоненты и процессор. Часть компонентов, часть адаптеров разрабатываются сторонними компаниями и сертифицируются SAP. Поэтому в списке компонентов, в списке адаптеров мы можем увидеть сочетание саповских, не саповских и самописных адаптеров. Второй важный момент это что такое сообщение понимания канал. И понимание канал сообщения состоит из полезной нагрузки payload, из заголовков и необязательных вложений. Это три элемента, которые формируют сообщения. И я для справки указал джаватипы, которые используются для этих элементов, чтобы показать, что они на самом деле независимы от формата. То есть они максимально абстрактны. Каждое сообщение выполняется в экземпляре передачи в Exchange. Таким образом, кроме собственно сообщения мы можем хранить какую-то информацию дополнительную в Exchange, которая необходима во время выполнения маршрута. Так. Ну и перейдем собственно к CPI на части представления того, как выглядит интеграционный процесс и как выглядит канал маршрута CPI. Здесь у нас есть два больших блока. Первое, это то, как выглядит iFlow с точки зрения дизайна, когда разработчик создает iFlow. То, как iFlow выглядит с точки зрения среды выполнения, когда он выполнится на рандарь. С точки зрения дизайна разработка выполнится графически. Но по факту генируется XML документ, который соответствует BPM нотации. Это очень удобно с точки зрения, что мы можем загрузить этот документ во внешний инструмент BPM и убрать всю интеграционную специфику и показать в общем, как интеграционный процесс может выглядеть для неинтеграционных специалистов. Мы сейчас это с вами увидим. залогинить стиральный тенант. Вот у меня есть один iFlow. если мы сейчас посмотрим этот iFlow с точки зрения дизайна, то мы с вами увидим объект. И давайте сначала откроем его в баксонаде редактора. мы можем увидеть, что все, что было графически создано в шагах iFlow, этот iFlow представляет из себя забор данных по клиентам из NorthSwind баз данных, большая конверсия JSON и отправка обратно. Вся эта информация представлена в виде XML. Все детали, то есть все, что было настроено в iFlow, мы увидим здесь. Сейчас я возьму этот iFlow, его на тапсу и подгружу в какой-нибудь бесплатный редактор BPMN. Это не редактор специфичной для себя, это просто BPMN-редактор. Главное, что мы увидим, что мы можем распарсить представление этого iFlow, там у нас будут скрыты детали, которые священы для себя, например, параметр подключения, параметр конверсии, но это то, что мы можем показать сторонним наблюдателям бизнес-наречкам, по крайней мере, в общем, они смогут это понять. И так как для многих BPMN это что-то, что они могут использовать, нотация, которую они могут использовать для описания бизнес-процессов, язык им уже понятен. Им могут быть непонятны какие-то атрибуты, объекта, но это для них будет скрыто. То есть это получается общий язык, которым интеграторы могут общаться с аналитиками. Давайте я вернусь к слайдам. Следующий момент. Среди дизайна мы собираем, CPI собирает интеграционный процесс в пакет. Если я вернусь к тому, что я скачал, поднимусь выше, то мы увидим структуру этого пакета. И в этом пакете собраны все ресурсы и все метаданные, которые необходимы для того, чтобы нам задеплать тайфу для средоисполнения. То есть мы увидим в мета-инфе мы увидим манифест, про нем поговорим чуть позже, когда будем говорить про оске. А в source мы увидим все собственные описания интеграционных процессов и все дополнительные элементы ресурсов, которые мы использовали. Здесь я для примера подгрузил GrooveScript и VSDL. VSDL я не использовал, просто для примера показать, что все ресурсы собраны в этот пакет. Плюс параметры, если какие-то параметры настраивались для интеграционного процесса. если интеграционный сценарий состоит из нескольких процессов, то они все будут содержаться здесь. То есть это пакет, это единица модуляризации, которую мы сможем потом сдепловать на среду исполнения. И теперь с точки зрения среды исполнения. В среде исполнения интеграционный процесс, который мы создавали, он становится камнем маршрутом. Если у нас в iFlow было несколько интеграционных процессов, то каждый из интеграционных процессов будет интеграционный сценарий состоится отдельный кремл контекст. Это необходимо для изоляции в интеграции, для того, чтобы несколько интеграционных процессов разных iFlow не вступали в контекст друг с сроком, по крайней мере на уровне выполнения контекста. Если интеграционный сценарий состоит из нескольких процессов, то все эти процессы будут деплоены в один контекст. Ну и плюс с точки зрения модуляризации каждый интеграционный сценарий, iFlow так же как он формируется в отдельный пакет на стороне дизайна, он формируется, деплоится в ОСГИ контейнер в виде отдельного блюпринт-пакета. То есть с точки зрения среды исполнения каждый iFlow это отдельный пакет или отдельный бандл. Давайте я буду называть бандл ОСГИ, чтобы мы пакет ОСГИ не перепутали с пакетом Java. Давайте мы на это тоже посмотрим. На этот раз мы идем в рантайм. Я уже задеплоил этот iFlow, поэтому он уже виден в рантайме. Обратите внимание, что здесь у нас это будет jar, в отличие от дипа, который был на этапе дизайна. Обратите внимание, что здесь у нас объектов несколько больше, чем на этапе дизайна, потому что у нас будет больше метаданных, которые необходимы для диплоя дизайн пакета в рантайме. Часть объектов у нас будут те же. Например, параметры настройки, ресурсы, которые мы подкружали в iPhone, структура iPhone, описание iPhone, они все будут наследованы от среды дизайна. Дополнительно мы увидим несколько новых объектов, в частности будет расширен манифест. Манифест это тот файл, который необходим для того, чтобы инструктировать среду исполнения, как деплоить деплоить iFlow, какие зависимости в данном случае просто пакет, какие зависимости у него будут и как он будет представлен среди исполнения. То есть какой у него будет дескриптор, имя, версия. Прежде чем я перейду дальше к ОСГе, я бы вам хотел показать одну вещь. Я сказал, что каждый iFlow будет деплоиться в отдельный контекст. И если у нас несколько интеграционных процессов в одном iFlow, то мы должны увидеть несколько разных контекстов. Для этого я выполню команду, для того, чтобы мы смогли посмотреть, какие у нас есть контексты, какие у нас есть iFlow. Что мы таким образом делаем? Это не стандартная запуск функциональности, это самописная челетка, которая работает с первой это Backend, это iFlow, который уже деплоен в реальный тенант, который позволяет экономически выполнить крови скрипта. И Frontend это Bash скрипт, через который мы можем передать скрипт, который мы хотим выполнить. В данном случае скрипт, который мы хотим выполнить, это скрипт, который использует публичный API, OSGIF фреймворка, позволяет нам получить информацию о бандлах, которые сдеплоены в OSGIF фреймворк. И в данном случае я уже знаю, что я хочу посмотреть KML контекст, поэтому я получаю инстанции KML контекста одного или нескольких всех и получаю список контекста. с каждым я получаю список контентов. Сработало. Мы можем посмотреть, что в trial intente был сдеплоен 5 iFlow. Можем увидеть, что у нас OSGIF bundle соответствует названию iFlow. Мы можем увидеть, что для каждого iFlow, который был сдеплоен, создается, он создал отдельный KML контекста. И все endpoints, в общем говоря, все необходимые KML ресурсы, которые специфичны для этого iFlow, они все создаются в контексте отдельного KML контекста. И теперь мы переходим к точке зрения KML, мы переходим на то, как его видят среда исполнения. А среда исполнения его видят следующим образом. Во-первых, что такое OSGIF фреймворк, из чего он стоит. Основной компонент это бандл. Все, что мы деплоим в OSGIF контейнер, мы деплоим в виде бандлов. И бандлы могут деплоиться абсолютно разных видов. Это может быть JAR-файл, это может быть WORK-файл. Мы с вами увидим, как можно деплоить XMA-файл. Для SAP-овских адаптеров в CPA они собираются деплоиться в виде ISA-файлов. Набор бандлов, которые деплоятся в FreeWork, они могут деплоиться отдельно, могут деплоиться как набор, как фича. Если у нас какая-то фича состоит из большого количества бандлов, чтобы нам не управлять ими отдельно, мы можем деплоиться и деплоить их вместе. И каждый бандл после того, как он деплоится в OSGIF файл, он проходит определенный жизненный цикл. С момента деплой, с момента определения, разрешения зависимости, потому что один бандл может застартован, это значит, что его сервисы доступны для других бандлов. Бандлы, это могут быть адаптеры, это могут быть какие-то компоненты, процессоры Camelon, технические компоненты, компоненты взаимодействия с другими ресурсами и, собственно, iFlow. Все, что мы будем видеть в возге фронтайме, это будет набор бандлов. Бандлы могут предоставить, так как это Java, бандлы могут предоставлять Java-классы, то есть мы можем, например, сделать ее общедоступной для других библиотеки, для других бандлов. Бандлы могут предоставить сервисы, то есть, например, один бандл может предоставить сервис журналирования, другой бандл может предоставить сервис взаимодействия с JMS-брокером. Сам по себе iFlow, он деплоидит в виде бандла и он предоставляет эндпоинты, вызывая которые, например, отправляя сообщения в CPI, вызывая iFlow, мы, по сути, взаимодействуем с сервисом эндпоинта этого бандла. Ну и, конечно, безопасность. Каждый бандл состоит из манифеста, мы в нем посмотрим, который определили. Это, по сути, дескриптор, который используется на этапе деплоя, ресурсов, которые бандл будет предоставлять или которые бандл будет использовать внутри себя. Ресурсы, это, пожалуй, одно из самых важных, самых больших сущностей в возге бандля, потому что это та разработка, тот функционал, который бандл будет нести в себе и который бандл будет предоставить в фронтайме. Поэтому здесь мы увидим Java-классы, какие-то статические ресурсы, те же самые ресурсы в виде грувий, скриптов, VSDL, мэппингов, они все будут находиться в виде ресурсов. А документация по ценам. Если у нас есть какая-то документация, какие-то ссылки, мы можем тоже добавить ее в бандл. В общем случае она не необходима. и как я сказал, каждый бандл проживает определенный жизненный цикл в возге бандля. То есть когда мы например деплоим iFlow в CPI, как и все остальные бандлы, он сначала должен быть установлен в бандл. Это происходит без вмешательства разработчика шаги. После того, как разработчик нажал кнопку деплой, он устанавливается. И после того, как он установлен, его еще нельзя использовать. Потому что если бандл зависит от каких-то других бандлов, каких-то других сервисов, объектов, система должна удостовериться, что эти сервисы доступны. Поэтому следующий шаг это происходит шаг разрешения зависимости. То есть например, если бандлу нужен доступ к базе данных и он определил в дескрипторе, что ему необходим какой-то сервис, он должен сначала получить доступ к этому сервису. То есть среда исполнения кара в контейнер, он должен найти бандл, который предоставляет этот сервис и подключить его к бандлу, который деплоится. И если зависимость разрешена, то бандл стартует, если во время старта не было никаких ошибок, он становится активным. После того, как бандл стал активным, мы уже можем с ним работать, другие бандлы могут с ним взаимодействовать, либо внешние системы могут с ним взаимодействовать. Давайте мы сделаем теперь следующее. Мы отсладиваемся к системе и посмотрим, какие бандлы есть в CPI. Для этого мы воспользуемся другой утилиткой. Контейнер, Karas представляет нам набор Shell-команд, который мы можем использовать для того, чтобы часть Shell-команд не описана в виде Java IP, мы можем использовать из Java. Shell-команды можно называть через Shell-скрипты. Мы воспользуемся вариантом, когда мы будем называть Shell-команды из Java на стороне CPI. Мы представим во фронт-энде это в виде доступа через командную строку. Давайте мы делаем следующее. Я выполнил команду. Опять же, утилитка самописная. Суть в том, что она использует стандартные функционы Karafa. И у Karafa есть такая команда, как bundle. Есть. С помощью L я еще посмотрю, откуда бандлы откружались. Собственно, то, что мы здесь с вами видим, это полный список всех бандлов, всех пакетов, которые сейчас есть в пользу. Мы с вами увидим, что очень много из них это sub-bundle. Это собственно, что либо sub-специстичный, либо это обертка над стандартной функциональностью. Это стандартный функционал CP. И здесь набор бандлов включает себя и обертки над компонентами и сервисы по мониторингу, сервисы по взаимодействию с внешними ресурсами, с хранилищем и так далее. И мы с вами увидим бандлы последние в списке. Это бандлы задеплойных iPhone. Деплоятся они как JAR-файлы. Это те же самые JAR-файлы, которые мы с вами выгрузили. Один из них мы выгрузили из WPI. То есть, когда мы нажали кнопку Deploy в CPI, по сути Deploy сервис формировал JAR-файл, который был помещен в Craft Container и ZDeploy. И мы можем видеть, что они активны, то есть они доступны, мы можем вызывать интеграционные сценарии, можем с ними работать. Я могу вызвать пост. Это тот сервис, который тот iPhone, который у нас деплоили. Я могу получить какой-то ответ. То есть, он рабочий, по сути, мы вызвали вот этот бандл. Следующее, что мы можем сделать, это давайте мы с вами обратим внимание на коды бандлов. есть, каждый бандл, каждый деплэд, у него есть уникальный бандл ID. Поэтому бандл ID система уникально определяет бандл. неважно какое у него описание, главное, что номер у него будет уникальный. Если мы с вами сейчас посмотрим мы можем посмотреть метаданные бандла и основы метаданных бандла на этапе деплэя то, что мы увидим метаданных это его заголовки. я сейчас покажу в консоли потом мы с вами посмотрим в более удобно читаемом виде. Это фрагмент манифеста файла, который определяет что за бандл мы деплоем или уже деплоем, какие сервисы он предоставляет или какие сервисы он запрашивает и какие пакеты он импортирует или экспортирует. Все это генерируется автоматически на этапе деплея разработчику обычно нет необходимости эти данные просматривать. Давайте мы с вами увидим где мы можем их увидеть когда мы скачали джар-файл. Это не очень читаемо здесь в тексте но это те же самые заголовки которые мы с вами видели распаршенные в команде. Эти заголовки есть заголовки стандартные которые необходимы тем есть заголовки кастомные в данном случае можем увидеть несколько запасовских заголовков которые дополнительно инструктируют доисполнения о каких-то свойствах или о каких-то требованиях этого банда. Собственно важная часть заголовков это требования пакета и требования пакета это как раз то что определяет какие дополнительные сервисы нужны пакету для того чтобы бандл для того чтобы он смог работать. в данном случае когда мы деплоим какой-то iFlow например iFlow необходимы дополнительные сервисы для логирования дополнительные сервисы для взаимодействия по HTTP дополнительные Java классы которые каждый бандл в себе нести не будет который он просто будет забирать с application это то что описывается требования важный момент при разрешении требований это то что есть требования опциональные есть требования обязательные обязательные требования это те если эти требования не удоволь montrer Interfras And когда пакету потребуется обратиться к этим требованиям когда функциональность sua потребуется их На тот момент, если требования удалительные не будут, мы получим ошибку. И возможности пакета. Возможности пакета это то, что пакет хочет предоставить для доступа к другим пакетам. То есть это может быть какой-то сервис, сервисы, это могут быть какие-то Java классы. Почему я хотел обратить внимание на эту возможность, на требования пакета? Потому что, несмотря на то, что разработчик явно не вмешивается в требования пакета, бывают случаи, когда мы получаем ошибки среди исполнения, как раз связанные с тем, что требования пакета либо не удовлетворены, либо зависимости пакета повели себя, скажем так, не очень очевидным образом. Наиболее частым, наиболее частой проблемой для такого является загрузка класса. Потому что класса это тоже ресурсы. Java класса это тоже ресурсы с точки зрения ОСГИ бандла. Здесь это та же самая картинка, что описана текстом. По сути, то, что у нас есть требования, у нас есть возможность. То есть один бандл он требует, другой бандл должен предоставлять какой-то ресурс в определенной спейсе. Ресурсы, которые могут запрашиваться, это могут быть абсолютно разные ресурсы. Например, подключение к базе данных это один из ресурсов, который может запрашиваться. Я остановлюсь поподробнее на классах, потому что классы это то, что загрузка классов происходит скрыто от разработчика. Но так как в корабль деплоится CPI, в корабль деплоится достаточно много компонентов. Часть из них предоставляют классы и подключаются к компонентам iPhone. Мы с вами посмотрим, какие неожиданные сюрпризы это может твориться. Первое, на что нужно обратить внимание, это то, как у нас осуществляется загрузка классов. Если у нас есть какой-то бандл, то загрузка классов производится с помощью поисков в глубину. То есть сначала загружаются классы не локальные из бандла, а сначала ищется класс во всех родительских пакетах, которые мы подключили к этому бандлу. И только потом подгружаются классы из локального пакета. С одной стороны, это может показаться проблемой, потому что почему бы не грузить сразу из локального пакета. С другой стороны, это позволяет нам соптимизировать загрузку класса, потому что если какой-то класс уже был загружен, другой загрузчик уже знает про него, мы можем этот класс переиспользовать. И дальше я указал порядок, в котором эти классы загружаются. То есть сначала мы ищем классы снаружи пакета, во всех пакетах, которые подключены к этому пакету. Потом мы импортируем пакеты из внешних, требуем пакеты. И ищем пути класса внутри нашего пакета. Может звучать не очень практично, но давайте разберем это на конкретном примере и посмотрим, как все это работает на практике. Для этого давайте разберем следующий пример. У нас есть небольшой фрагмент кода, который будет просто перечислять месяцы. Порядковый номер месяц. Предположим, что мы хотим вызывать какой-то Groovy Script, CPI, который обратно нам будет возвращать в CSV формате все месяцы. И для этого сначала мы получаем массив месяцев, и потом мы собираем его. И здесь я буду его показывать, и CPI будет возвращать нам сообщение. Мы подключаем стороннюю библиотеку. Я в данном случае использовал Apache Commons CSV. То есть если я посмотрю, откуда подгружаются классы, они для CSV подгружаются из Commons CSV 1.8. Я взял последнюю версию, которая доступна на текущее время из Apache Commons CSV. Что мы делаем? Мы получили список месяцев. Мы используем функциональность этой библиотеки для того, чтобы вывести эти месяцы. Закрываем поток и печатаем. Давайте мы сначала выполним это локально, чтобы удостовериться, что это работает. Вот мы получили список месяцев. Пока все в порядке. Дальше мы создаем iFlow, который будет реализовывать эту функциональность. Первое, что мы делаем, это слегка адаптированный код. По сути, логика та же. Только вместо вывода на экран я буду отправлять CSV содержимое в тело сообщения. Все остальное без изменений. И второе, так как мы использовали стороннюю библиотеку Apache Commons, мы должны не забыть ее подгрузить в виде ресурса, в виде джар-объекта. Ресурс этого iFlow. Вот она, эта же библиотека. Та же библиотека, которую я использовал локально. То есть, в принципе, все в порядке. Я уже задеплоил этот iFlow. Он уже доступен в среде выполнения. Вот он доступен. И давайте мы его выполним. И обратите внимание, что в этот раз вместо списка месяцев мы получили ошибку. Ошибку теперь. И это хорошо. Эта ошибка показывает, что контейнер работает так, как он должен работать. Мы сейчас будем разбираться, почему. Давайте посмотрим, что за ошибка. Эта ошибка показывает, что в методе close, который мы использовали, если мы вернемся к коду, мы использовали функциональное автозакрытие. То есть, мы закрываем CSV-принтер и автоматически в новых версиях этой библиотеки можно закрывать и соответствующий поток. Он не обнаружил метода с этой сигнатурой. То есть, он не поддерживает использование булевых параметров. Теперь вопрос, почему. Потому что все работало локально. И это же не работает теперь. Для того, чтобы нам разобраться, почему. Собственно, мы и посмотрим, что происходилось с CSV-принтер-классом в данном случае и почему у нас возникли эти проблемы. Первое, что мы сделаем, это мы посмотрим, откуда загружался этот класс. Мы знаем, что мы загрузили вместе с iFlow, мы подгрузили adjar-файл, который содержал нужный класс, который мы использовали локально. То есть, того, что у нас нет в этой библиотеке, у нас в ней нет. Для того, чтобы проверить, из какого реально места загружался CSV-принтер класс в этом iFlow, я немножко расширил этот iFlow и добавил, если я перейду обратно в дизайн. Я добавил второй интеграционный процесс. И этот интеграционный процесс, единственное, что он делает, это он в тело сообщения показывает локацию CSV-принтер-класса, из которой был подгружен этот класс. Поэтому я сейчас могу вызвать его через пост. И локацией будет бандл. Пока что мы еще не знаем, что это за бандл. Главное, что мы знаем, что из 460-го бандла мы подгрузили этот класс. Давайте теперь мы посмотрим, что, собственно, за бандл 460. Опять же, воспользуемся другой командой. Укажем явно бандл. И мы видим, что класс был подгружен не из бандла месяца. Класс был подгружен из совершенно другого бандла. Почему он был подгружен из этого бандла, пока что мы не знаем. Этот бандл поставляется вместе с CPI. То есть это не тот бандл, который мы деплоили вручную, явно, или который деплоился вместе с нашим iFlow. Он уже был предоставлен CPI рантаймом. И, забегая немножко вперед, в этом бандле содержится этот класс, если принтер, но более старая версия. Более старая версия, которая еще не поддерживала автоматический флаж. Давайте мы, чтобы удостовериться, что наш бандл с JAR-классом действительно существует в рантайме, мы сделаем следующее. 774-й бандл – это бандл нашего iFlow. То есть мы видим, что у нас участвуют два бандла, и почему-то класс был подгружен не из 774-го бандла. Давайте мы посмотрим заголовки еще раз этого бандла. И, в частности, мы обратим внимание на заголовок «класс пасс». Это локальный класс пасс, который определяется бандлом на основании всех классов, которые в нем найдены. В частности, в том числе классов, которые были найдены в библиотеках, в ресурсах, которые мы подключили к нашему iFlow. А мы подключили только один ресурс, мы подключили только JAR-файл CSV-принтера, CSV-библиотеки. И мы видим, что библиотека действительно на месте. И библиотека новой версии, которую мы использовали локально. Более того, мы с вами можем выполнить команду по поиску конкретного класса, CSV-принтер-класса в банке нашего iFlow.774-го. И мы еще раз удостоверимся, что этот класс на месте, этот класс есть в банке. Только он не использовался. Для того, чтобы понять, почему он не использовался, мы должны вернуться и посмотреть на то, какие бандлы были подключены к бандлу нашего iFlow, когда он деплоивался в рантайм. То есть, когда у нас проходил шаг резолюшн. Для этого среда исполнения дает... У нее есть команда, которая позволяет нам посмотреть все дерево загруженных, подключенных бандлов. Дерево будет очень большое. Связано это с тем, что дерево формируется как матрешка. То есть, если у нас к нашему iFlow была определена зависимость какого-то бандла, а у него, в свою очередь, есть своя зависимость, то мы увидим иерархию всех зависимостей. То есть, мы видим наш пантерс, и мы увидим очень много разных бандлов, которые нужны для того, чтобы это слово заставило. То есть, по сути, если эти бандлы не будут запущены или будут отсутствовать в сети исполнения, то наш iFlow не запустится. Все это скрыто от разработчика. В принципе, разработчику даже нет необходимости зачеркнуть, какие бандлы нужны для того, чтобы запустить iFlow. Но, если потребуется устранить какие-то ошибки, можно всегда посмотреть, какая функциональность, какие ресурсы необходимы для старта iFlow. Мы можем сделать следующее. Мы можем из этого полного списка посмотреть и найти, что в этом списке, где-то очень глубоко в иерархии, один из бандлов, который требовался для загрузки нашего iFlow, он зависел от бандла CSI, 460-й бандл Apache Chrome CSI. И так как мы уже знаем, что у нас загрузка класса происходит снаружи внутрь, то есть мы сначала проверяем классы, которые содержатся в подключенных пакетах и только потом смотрим в локальные классы, это, собственно, является ответом, почему у нас все сломалось. Теперь, как это починить? По сути, в данном случае, собственно, почему у нас возникла ситуация, когда оказался подключен какой-то не наш CSV пакет. А получилось это потому, что в стандартном функционале CPI есть один из стандартных конверторов, который работает в CSV. И этот конвертор, шат конвертора, он использует эту библиотеку. И когда мы создавали iFlow, несмотря на то, что мы не использовали этот шаг явно в нашем iFlow, он включается в стандартный набор зависимости, который необходим для iFlow. Таким образом, он попал в дерево нашей зависимости и что привело к тому, что был погружен в неверный класс. Что мы можем сделать следующим шагом? Сначала мы закомментируем эту строку. И я уже подготовил пример. Это аналог того, что мы делали сначала, но доступно в более старой версии библиотеки. Тот случай, когда мы закрывали поток, закрывали поток, делали флаж отдельной операцией. Теперь, если мы заменим ESDEPLOY, у нас все заработало. А заработало, потому что у нас снова был загружен класс из старой версии библиотеки, в котором поддержка этого двух методов была доступна. и все в порядке. Это то, что касается загрузки классов. И то, о чем бы я еще хотел поговорить, это то, что я показывал, мы выполняли непосредственно в CPI-теннете. То есть мы обращались из командно-стройки, мы обращались из постмена, мы вызывали эндпоинты iFlow. Некоторые вещи мы можем протестировать локально. Это не значит, что я сейчас могу установить полностью, полную эмаляцию runtime-ноды локально на своем компьютере. Но, по крайней мере, мы можем запускать OSGI-контейнер, мы можем запускать KML-компоненты и мы можем даже деплоить KML-маршруты локально. Поэтому какие-то вещи мы с вами сможем симулировать. Для этого я установил KARAV-контейнер у себя на компьютере. Сейчас мы его запустим. Само приложение очень небольшое, поэтому запускается оно достаточно быстро и не требует много ресурсов. Пожалуйста, небольшое внимание на версии, потому что на своем компьютере я использовал последнюю версию. CPI использует несколько другие версии. Например, KARAV сейчас. Та версия KARAV, которая используется в CPI, это 4.2.8. Главное, что мы сможем посмотреть, что те же команды, которые мы выполняли на CPI-сервере, мы их все можем выполнить так же у себя. Это удобно, например, когда мы хотим что-то потестировать локально и только после этого задеплоить, в принципе, ознакомиться с работой ОСГИ-контейнера. Как пример, я уже задеплоил в этот контейнер часть канал-компонентов. Если мы сейчас с вами посмотрим. на те компоненты, на те ОСГИ-пакеты, которые задеплоены в мой локальный КРАВ-контейнер, мы увидим, что часть КМЛ-компонентов, которые относятся к необходимым функциям, к корр-функции, она задеплоена. И плюс я задеплоил несколько компонентов для того, чтобы мы смогли задеплоить и повызывать о сценарии по HTTP. Как я уже сказал, нотация, которая используется для описания индекдационных процессов IFLOW-CPI. Это BPM, это XML. Мы используем Blueprint XML, так называемый. Это то, что мы с вами могли бы видеть, если бы мы посмотрели фронтайм-ноджин. Так, простите. Так, простите. Это то, что мы могли бы посмотреть, скачав JAR-файл этого компонента, этого IFLOW и CPI. Мы с вами увидим внутри этого XML-файла, что описывается контекст. Собственно, контекст, я уже сказал, это будет IFLOW, поэтому мы увидим название этого IFLOW. Мы увидим, какие маршруты были созданы в этом контексте, какие эндпоинты были созданы. То есть, все, что мы смоделировали графически в WebQI, все шаги Content Modifier, мы все увидим здесь. Это Blueprint XML. Для примера я создал немного другой Blueprint XML. Значительно проще, и я создал его вручную. Давайте мы с вами закроем. он придерживается той же самой нотации, которая используется в CPI. Он значительно проще, упущен достаточно много XML namespace, которые необходимы IFLOW в CPI, но он отражает саму сущность Blueprint XML, и по ним мы можем прочитать основные шаги, которые должны быть выполнены КМО-маршрутом. То есть, мы видим КМО-контекст, демо, определенную конфигурацию, которая потребуется для того, чтобы запустить HTTP Endpoint. И в данном случае я создаю HTTP Endpoint, который будет слушать пост-реквесты, будет забирать содержимое, которое пришло в пост-реквесте, и будет создавать из него файл. Сценарий у нас HTTP к файлу. Содержимое HTTP запроса будет складываться в файл в папке Tempo. Этот XML файл я могу задеплойить в наш локальный КРАФ-контейнер. И здесь мы воспользуемся удобной функциональностью корячего деплоя. Логик контейнер КРАФ поддерживает два способа деплоя бандл. Первый это холодный деплоя, то есть это то, что использует CPI, когда мы деплоим iFlow или когда мы деплоим адаптера. То есть с помощью деплоимент сервиса он загружает iFlow из определенного источника и при старте контейнера этот iFlow будет доступен. Второй способ это для того, чтобы таким образом его установить, мы должны использовать явно или неявно команды для установки и удаления пакетов. Второй способ это горячий деплоя. По умолчанию он включен. Есть определенная папка, по умолчанию папка деплоя. Если мы положим в эту папку бандлы, если бандл корректен и корректно написан, то система автоматически его деплоит, по крайней мере постарается деплоить, если будут какие-то ошибки, мы это с вами увидим. Поэтому что мы делаем? Мы с вами возьмем blueprint.xml и перенесем его в деплое папку. И давайте с вами посмотрим бандлы. и мы видим, что бандл нашелся и более того он успешно задеплоился. Бандл это в данном случае у нас бандл был camel road, то есть мы сможем с вами его вызвать локально. Я уже подготовил запрос в пост мне. Мы отправим пост запрос дамо testx вот таким содержимым. И давайте я сразу открою папку целевую, в которую мы будем складывать файлы. Давайте я отправлю. Получили какой-то ответ положительный. Получили файл, который был создан и мы можем увидеть, что файл был создан. Более того, если мы с вами посмотрим сейчас его содержимое, мы увидим, что это как раз то содержимое, которое мы отправили из пост на просто прочее. Это собственно то, что мы определили в маршруте, который мы задеплоили. Это очень базовый пример. Это не копия функциональности, которую CPI делает, выполняет. Когда деплой там все значительно сложнее. И мы видели бандл, который создается CPI, который деплоится в рантайм. Но это способ, как мы можем быстро потестировать какие-то идеи по чистому камеру или по чистому ОСГИ контейнеру. То есть если мы хотим разобраться, как работает камеру фреймворк, без каких-то дополнительных функциональностей и оберток, это пример, как мы можем это быстро сделать и посмотреть во внутренности. Второй пример это то, как мы можем подеплоить бандл другого типа, например, jar бандла. То есть первый вариант мы рассмотрели это бльюпринт XML, это camel. второй вариант, который мы рассмотрим, это вариант с двумя jar бандлами. Для этого я перейду в новый проект, чтобы сэкономить время и меньше количества ошибок. Я уже подготовил всю разработку. Это будут два бандла, которые будут делать ничего полезного, кроме как на старте они будут писать сообщение блога. Давайте посмотрим. Каждый бандл у него будет как минимум один сервис активатор, который будет вызываться каравк контейнером, когда он будет пытаться бандл активировать, запустить. Конечно, если мы разрабатываем адаптер, и я уже проводил вебинар по этому поводу, те, кто из вас видел этот вебинар, заметили, что там все значительно сложнее. в данном случае мы просто хотим посмотреть, как мы можем сдепловать бандл и посмотреть его работу в крафт контейнере. И второй бандл, который содержит точно такие же классы, тех же самых пакетах, обратите внимание, что он сначала приветствует и потом пишет определенный текст. Он пишет из текста текст и плюс он вызывает класс рандомайзер и указывает какое-то число в интервале от единицы до ста. Почему я хотел привести этот пример, потому что он покажет нам более подробно, как мы можем работать с заголовками, как можем определять читать зависимости. В данном случае я использую среду сборки Dreadle для того, чтобы собирать свои бандлы, мы можем использовать Maven, мы можем использовать и другие инструменты на базе Eclipse, на базе других Азии. Суть в том, что в любом из этих инструментов будет тот или иной способ определения заголовков. Каких-то стандартных заголовков, каких-то дополнительных. И это те заголовки, часть из которых мы посмотрели, когда мы смотрели в iFlow. Мы видели, что много заголовков были специфичные ресурсов, которые мы можем экспортировать либо импортировать, это Java классы. То есть мы можем явно указать бандл, который мы разрабатываем. Если мы не хотим представлять все эти классы из бандла, хотим ли мы подгрузить их из среди исполнения. Предположим, что мы считаем, что среди исполнения уже сдеплоим другой бандл, который представляет эти классы. То есть необязательно мы должны мыслить концепциями сервисов. мы можем опуститься на уровень Java классов и подгружать классы целые пакеты других бандлов. Мы видели такой сайт-эффект от этого, когда мы разбирали CSV пример. Здесь мы посмотрим самописный пример. То есть мы видим, что у нас есть один бандл, который экспортирует пакет утилит, а в пакете утилит у нас только класс автоматер. И у нас есть другой бандл, который его импортирует. То есть это пример, когда у нас один бандл является бандлом, который предоставляет какие-то Java классы. Например, центральная библиотека, которую мы хотим предоставить другим пакетам. И другие бандлы хотят ей воспользоваться. Что мы с вами сейчас делаем? Мы сначала должны эти бандлы собрать. что мы сейчас получим на выходе, мы получим два jar файла. Должны получить. вот мы получили один jar файл и аналогичный jar файл второй. И сейчас я покажу второй пример, как мы можем что-то задеплоить в наш локальный контейнер. давайте мы сделаем следующее. Давайте мы делаем следующее. Мы очистим логик. Допустим снова, чтобы мы смогли посмотреть, как у нас деплоится бандлы. Первым мы сдеплоем первым мы задеплоим бандл один, то есть тот бандл, который у нас экспортирует какую-то функциональность, в данном случае экспортирует классы. И мы видим, что у нас пошла установка бандла. Это действительно бандл один. Мы получили текст из бандла один и какое-то случайно сгенерированное число из бандла один. Все успешно, он застартован. Теперь мы переходим во второй бандл. И повторим операцию. Во втором бандле у нас был импорт пакет. То есть несмотря на то, что мы по сути использовали один и тот же Java код в обоих бандлах, в обоих проектах, у нас отличался только дескриптор. Посмотрите, как это сейчас повлияет на работу бандла. Вот мы поместили второй бандл. Второй бандл тоже сдеплоился, дипломен сервис его нашел, он стал запускать второй бандл. обратите внимание, что текст пришел из второго бандла, а случайно сгибный номер пришел из первого. И опять же это не ошибка. То есть так же как мы получили зависимость классов, когда мы смотрели на iFlow на CSV принтер классе, это тот же пример, только здесь у нас пример, когда мы явно определили. В iFlow мы явно не определяли, какие классы мы хотим загрузить. Мы только определили зависимость на уровне бандла. Здесь мы явно определили, какие классы мы хотим использовать. Мы не указывали, из какого бандла мы хотим их использовать. Мы только указали, что второй бандл должен использовать утил класс, который должен быть предоставлен рантаймом. Если бы он рантаймом предоставлен не был, в данном случае второй бандл не был бы застартован. Потому что требования не были бы удовлетворены, и по жизненному циклу этого бандла, этот бандл вынужден был бы ждать, пока есть требования будут удовлетворены. В данном случае, так как я деплоил первый бандл первым, класс уже был предоставлен, и когда у нас деплоился второй бандл, когда мы пытались импортировать, найти тот же пакет, он уже был на месте, он уже был известен в рантеме, мы смогли его подключить. Обратите внимание, что с точки зрения разработчика, если бы мы смотрели на исходный код Java, то мы бы не увидели никакой разницы между этими бандлами. И такое поведение, когда у нас часть функциональности была выполнена локальными классами этого бандла, а часть функциональности оказалась выполнена чужими классами, это было бы показаться очень неожиданно. В данном случае поведение вполне оправданное, и более того, это поведение, такой способ взаимодействия бандлов, он очень часто используется, когда нам необходимо использовать какие-то центральные библиотеки. То есть предположим, что бандл один предоставляет какой-то класс, этот же класс рандомастер, и мы не хотим повторять его во всех бандлах, мы хотим его переиспользовать. Но предположим, что он недоступен в виде сервиса, который мы можем получить. Предположим, что нам достаточно просто использовать какой-то класс, Java класс. Таким образом, это один из способов, как в ВОЗГе рантайме мы можем такое взаимодействие обеспечить. В SAP CPI, если мы разработаем iFlow, UI не предоставляет возможности явно указать, какие классы мы хотим загружать из каких пакетов, или если мы в принципе хотим загружать классы из каких-то чужих пакетов. Поэтому просто полезно понимать, как происходит механизм загрузки ресурсов, как происходит механизм деплоя бандла и взаимодействия бандлов друг с другом в ВОЗГе рантайме. Для того, чтобы, если у вас будут какие-то ошибки, или просто будет какое-то неожиданное поведение системы, предположим, вашего скрипта, чтобы вы смогли понять, где еще может потребоваться искать источник проблем. Ну, на этом у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Надеюсь, было полезно. Вадим, спасибо тебе огромное. Настоящий дюкдайв, очень интересный рассказ. У нас поступило два вопроса в ходе твоего доклада. Первый вопрос, давай я тебе их зачитаю сейчас. Первый вопрос от Сергея Федичкина. Можно немного поподробнее рассказать про утилиту SAP CPI Shell? Спасибо. Да, можно. Это утилита. Давайте, Ренат, у нас со временем все в порядке. Можно я тогда прямо на примере покажу? Ну, мы, конечно, из графики немножко выбились, но я думаю, что лучше ты сейчас расскажи и покажи. Так будет удобнее. Я думаю, готово подождать. Все, понял. Отлично. Я сейчас вернусь обратно в CPI Tenant, потому что эта утилита, я ее разработал для того, чтобы можно было получать доступ к внутренним компонентам CPI, насколько это возможно. Это не официальная утилита, поэтому я бы не советовал ее использовать на продуктивных системах. В принципе, я ее использую только в сэндбоксе и на демках, чтобы показать, что происходит на нижнем уровне компонент. Утилита, давайте я про две утилиты расскажу, потому что они вместе идут. Первая утилита, это как мы можем выполнять shell команды в runtime node, а вторая утилита, как мы можем выполнять груи скрипты в runtime node. Это обе утилиты, которые мы с вами посмотрели. И более того, утилита, которая позволяет выполнять shell команды, я ее разбил на две части. Первая часть, это можно выполнять shell команды на уровне операционной системы. Вторая часть, это shell команды, которые мы можем выполнять в häрафе, в герантане. Когда мы с вами смотрели команды здесь, какие-то, это команда shell, которая представляет нам хараф. Плюс есть какие-то команды, собственно, операционной системы, которые мы можем выполнять здесь. И эти команды мы также можем выполнять с помощью этой утилиты. Только тогда тип команды у нас меняется на OS и OSG. И я могу посмотреть, например, я посмотрю информацию по версии операционной системы Runtime ноды. Или я могу посмотреть у нас в текущей папке. Я могу, в принципе, не все команды, но многие команды операционной системы Linux, я могу таким образом выполнять. И эти команды, то, что я выполняю на вкладке Windows, это я выполняю локально. То, что я выполняю на вкладке Ubuntu, она направляется и выполняется на Runtime ноде. Backend-часть это iFlow, который, по сути, сейчас я вас верну, который состоит из двух интеграционных процессов. Один интеграционный процесс выполнения команд операционной системы, второй интеграционный процесс это выполнение команд OSG. Оба это скрипт. Это скрипт, который, по сути, первым делом это из HTTP запроса, который приходит я, из параметра HTTP запроса, я получаю команду, которую я хочу выполнить. Это, по сути, то, что мы вот здесь с вами будем отправить. И потом, в зависимости от того, OSG или OSG, тип, он будет выполнять одну или другую функцию Groovy. Если это OSG скрипт, то я тогда использую возможность Groovy по динамическому выполнению команды операционной системы из Java процесса. То есть, по сути, у нас есть JDK, это последовательно было из Java процесс, класс, в контексте которого мы можем выполнить команду. Процесс это процесс операционной системы, под которым было запущено Java приложение, виртуальный машин Java. То есть, по сути, это наш OSG контейнер. И мы можем передать команду, которую мы хотим выполнить. Если у нас есть полномочия на выполнение этой команды, и на всех командах у нас есть полномочия, точнее, не у нас, а у Runtime ноды есть полномочия на выполнение, поэтому на какие-то команды мы можем получить ошибки. Но для просмотра, для каких-то команд, скажем так, не очень деструктивных, это может помочь. Для OSG shell команд используется нативный функционал Carafa. То, что я показывал в локальном Carafa контейнере, мы выполняли с помощью shell. Эти же команды имеют соответствующий Java IP в Carafa, поэтому то, что мы делаем здесь, это мы выполняем переданную команду с помощью Java IP Carafa. То есть это не функционал самого CP, это скорее функционал OSG Runtime, на основе которого CP базируется. Это backend. То есть, по сути, у нас есть два endpoint, на которые мы можем отправлять команду, OSG команду или OSG команда. И у нас есть frontend. Frontend это два, это bash скрипт, в который мы передаем, какого типа команды мы хотим выполнить и какую, собственно, команду мы хотим выполнить. Если я сейчас этот скрипт открою. Вначале тут проходит немножко валидация, то есть он проверяет, что действительно все необходимые параметры указаны, что у нас, если мы укажем ни OSG, ни OSG, а что-то другое будет ошибка, то есть защита от ошибочного использования. Он смотрит в конфигурационный файл, в котором я указываю, какой endpoint вызывать. То есть, по сути, если я вернусь... Минутка раздумя. Если я вернусь в Zdeploy на iFlo, мы видим, что у нас есть два endpoint, один для OSG, другой для OSG. В конфигурационном файле мы указываем, какой endpoint нужно вызывать, то есть где у нас iFlo Zdeploy, там же указывается логин и пароль, под которым... В данном случае я использую базовую аутентификацию проверки. И дальше он формирует аргументы для курл-команды. И, по сути, то взаимодействие, которое потом идет между локальной машиной и CPI endpoint, это мы с помощью курла вызываем команду для вызова endpoint iFlo. Я то же самое мог бы вызвать из постмана. То есть, в принципе, вот эта обертка, это просто чтобы предоставить какой-то доступ, который чем-то будет напоминать shell. То есть, это не shell в понимании Карафа, потому что у нас нету стейтфл-сессии, мы не держим сессию для удаленной системы, но способ взаимодействия, он чем-то напоминает shell. И таким же образом мы можем выполнять груви скрипты, только пока что та версия, которую я использовал, например, когда мы endpoint осмотрели Камла, еще один iFlo, который предоставляет возможность динамически загрузить скрипт. Вот он, груди скрипт-рэнер. То есть, мы можем отправить пост-запрос на этот endpoint. В теле запроса мы можем передать скрипт, который мы хотим выполнить. И я его тоже обернул в баш-скрипт. То есть, если я сейчас... Таким образом выполню команду, то есть, по сути, он возьмет скрипт, который мы написали, например, в IntelliJ, вот он скрипт, или просто скрипт, который доступен у нас, и отправит на тот endpoint. Тоже с помощью курла. В принципе, оба баш-скрипта очень похожи в той части, что у них есть конфигурационный файл, из которого они берут данные для того, чтобы знать, куда отправлять, и как авторизоваться, и порядок формирования курла запроса. Этот скрипт, в принципе, мы могли бы этот скрипт добавить в iFlo как статичный ресурс и выполнять. Просто иногда бывает необходимость отправить что-то быстро, проверить, как это работает, и чтобы не передеплоить iFlo, не, скажем так, сэкономить время на этом. По сути, iFlo обертка сам по себе ничего не делает, кроме того, что он вычитывает... Сейчас я его открою. Тоже сам по себе iFlo несложный, это только скрипт. И он читает тело, которое мы передали, и пытается его выполнить, уже как грудь скрипт. То есть это тоже своего рода такая обертка. Данная реализация предполагает, что в скрипте метод, функция, которую мы выполним, эта функция по умолчанию называется processData. Я к этому даму не успел его переделать, чтобы он мог динамически принимать любую функцию. То есть так как мы можем назвать не processData, а как-то по-другому, в принципе, грудь позволяет указывать название функции для вызова динамически, поэтому можно доработать и вместо processData использовать любое название, скажем, передаваясь названием функции, которую мы хотим выполнить, как еще один из аргументов скрипта. Ну, опять же, в виде продуктивного использования мы можем посмотреть, как, если кому-то это интересно, может быть, как-то выложить на GitHub или другим способом зашать. Я уверен, что ребята с удовольствием бы посмотрели на двои заготовки. Если есть возможность на GitHub это вылить, то, конечно, давай-таки сделаем. Но я думаю, что это уже после конфе обсудим и в догонку всем участникам мы разошлем эту информацию, где это будет лежать. Да, отлично. И если идеи какие-то будут по улучшению, то было бы отлично. В принципе, вот эти два скрипта я использовал только как такие черновые варианты для быстрого показа чего-то внутри себя. Да, супер. И еще один вопрос от Максима Поддубного. Мне кажется, ответ уже понятен, но все равно озвучь. Вопрос такой. Есть ли возможность использовать принудительно именно новую версию библиотеки? Это касательно твоего примера с CSV-принтером. Есть такая возможность. Я так скажу, что есть технически, но я не видел возможности, чтобы это сделать через UI-CPI. То есть в UI-CPI, когда мы разрабатываем iFlow, мы такого сделать не можем. Он не позволяет нам вмешиваться в заголовки и в требования, которые в манифесте описаны. Но с другой стороны, прежде чем деплоить какой-то iFlow на рантайм, у нас есть ZIP-файл, который мы можем скачать. Мы можем его открыть, как мы смотрели заголовки, мы также можем их подредактировать, что-то добавить, что-то удалить. И этот ZIP-файл снова загрузить в Design Time и его уже сдеплоить. То есть таким ручным вмешательством посередине мы можем явно указать, либо что-то добавить, либо что-то убрать. И там мы можем как раз указать, хотим ли мы грузить какую-то конкретную версию. В частности, то, что CPI сейчас не предоставляет из UI, предположим, что мы создали iFlow, в котором мы добавили jar-файлы, библиотек, которые мы хотим переиспользовать в нескольких iFlow, типа центрального iFlow. Сейчас мы не сможем загрузить их явно в наши другие iFlow. То есть мы должны будем эти библиотеки подгрузить в каждое iFlow отдельно. Если мы вручную подкорректируем заголовки в манифест-файле, прежде чем мы деплоим iFlow на рантайм, мы можем указать, какие дополнительные сервисы мы хотим использовать, либо какие пакеты мы хотим импортировать. И по спецификации OSGIR, когда мы указываем, какие пакеты мы хотим импортировать, какие сервисы мы хотим импортировать, мы можем в том числе указать минимальный, максимальный или интервал версий, которые мы хотим загрузить. С одной стороны, это накладывает более жесткие ограничения. То есть если будет задеплоен пакет, который содержит сервис, выходящий из-за рамки этих требований версий, то мы тогда не сможем удалить требования. С другой стороны, OSGIR позволяет деплоить, как мы видели, несколько разных библиотек разных версий. Они обе сосуществуют. Если мы точно знаем, что мы попали на конфликт нескольких версий одной и той же библиотеки, таким образом мы можем указать, какую конкретную версию мы хотим использовать. Но опять же, это такой будет, я бы сказал, хак, потому что нам потребуется после того, как мы создали iFlow, скачать z-файл, откорректировать манифест, загрузить z-файл обратно в CPI, в дизайн там, и уже этот iFlow deploy. Да, понятно. Илья Кузнецов, а как тебе такой второй вариант? Допустим, мы хотим CSV принтер 1.8, именно несмотря на то, что в системе какой-нибудь 1.6. То есть мы, наверное, можем через свой класс лоуда взять этот жарник этой библиотеки, то есть в грувий скрипте, именно из ресурсов проекта и класс лоуда свой, загрузить этот класс. Да, хороший, отличный вариант. На самом деле, я когда этот пример делал, я думал показать, как мы действительно, как можем загрузить свой класс. Решил не делать, потому что с одной точки зрения, мы знаем, какой класс мы хотим загрузить и откуда, то есть это локальный ресурс. С другой стороны, мы тогда вмешиваемся в работу ОСГИ загрузчика классов. То есть получается, мы стандартный порядок загрузки классов, порядок, что снаружи мы грузим сначала, а потом только локальный, мы, получается, вмешиваемся в этот порядок загрузки. Ну да, да, это, конечно, так. И это на самый крайний случай, когда почему-то так вынуждены делать свой класс лоуда, наверное. Ну, рабочий вариант. Более того, я смотрел, можно ли в Карафе как-то изменить эту стратегию, потому что другая стратегия была бы сначала смотреть локальные классы и только если мы не нашли в локальных, пытаться подгрузить из зависимости. И в Карафе я такой возможности пока не нашел. В некоторых других ОСГИРОН таймах, сервисмикс, например, который основан на Карафе, там есть опция, как мы можем указать, что мы хотим использовать изнутри снаружи или снаружи внутри загрузка. А в Карафе, в той реализации, которая в CPI используется, я пока не нашел параметры, как мы это можем переопределить. В ОСГИ, когда я смотрел ОСГИ спецификацию, в ОСГИ спецификации на уровне фреймворка было указано, что фреймворк должен поддерживать загрузку снаружи, внутрь. Может быть, потом появится. Хотя, в принципе, было бы удобно, если бы мы могли бы регулировать, может быть, даже на уровне каждого iFlow, каждого бандла, какую стратегию загрузки классов, ресурсов мы хотим использовать. Но вариант с срочной загрузкой, с срочным указыванием загрузки действительно рабочий вариант. Можно попробовать. Вадим, тут еще вопросы из чата есть, не только из Q&A. Вопрос от Станислава Бобровского. Что, если нужно удалить бандл, который используется другим? Что будет? Если у нас бандл уже используется другим, то тогда мы удалить его сможем. Но будет проблема для того бандла, который от него зависит. То есть, по идее, у нас тот бандл уже застартован, и он уже удовлетворил свою зависимость, он получил доступ к этому бандлу. Я думаю, будет проблема. Мы можем это проверить быстро. Мы можем взять наш граф. Можно делать следующее. У нас вот есть два бандла, которые оба застартованы. Бандл лист. У нас оба застартованы. У нас первый бандл. Второй бандл зависит от первого. Мы загружали классы с первым. И сейчас, если я удалю первый бандл, и можем сразу в логе смотреть, что с ним будет происходить. Мы тоже послали. Мы удалили первый бандл, от которого зависела вторая. Но в CPI, скорее всего, будет ошибка, что невозможно удалить какой-то пакет, да? То есть там наверняка есть что-то... А, ну... У нас нет зависимости пакетов. То есть один iFlow никак от другого не зависит, кроме как динамический, может быть, там через процесс Direct. И поскольку зависимости именно на уровне iFlow в юзер-интерфейсе нет, то он позволит все удалить. Только если мы сформируем какой-то пакет руками, да? Бандл сделаем руками, специальный такой, и тогда в нем при удалении таких бандлов можем какие-то наблюдать ошибки. Да. Спроса с Direct, я думаю, проблем не будет, потому что просто с Direct это будет еще один Endpoint, который в камер-маршруте, и он на этапе разрешения зависимости бандлов не участвует. То есть это уже скорее в рантайме ошибка будет. А вот если мы как-то вмешались в заголовки, или, предположим, мы удалили бандл, антиплей или бандл, который попался у нас в дереве. То есть вот то большое дерево, которое мы видели, которое автоматом формируется на этапе деплоя. Если мы каким-то образом удалим один из тех бандлов, я думаю, тогда мы получим ошибки в нашем бандле зависимости. С другой стороны, разработчики, администраторы, у них не будет явного доступа к этому. То есть мы можем это сделать через вот эти утилитки, ну, таким, я бы сказал, грязным способом мы можем удалить. То есть так же, как есть bundle install, мы можем там bundle uninstall использовать и удалить явно какой-то бандл, даже тот, который мы не деплоили, и даже на iPhone, то есть какой-то из CPI-ных или из CAM-ных бандлов. Честно скажу, я этого не пробовал. То есть я не уверен, насколько CPI-тенант среагирует на это поведение. С точки зрения Карафа, я думаю, должны быть ошибки. Еще есть вопросы с чата. Есть ли вопросы от Александра Чабана? Может быть, есть возможность обновить библиотеку из стандартного пакета? Вопрос именно про CPI. Обновить библиотеку из стандартного пакета? Допустим, что мы хотим CSV-принтер 1.8 в стандарте обновить. Понял. Я думаю, в стандарте это будет как жизненный цикл CPI-обновлений. То есть в каком-то очередном обновлении CPI, в каком-то инкременте эти библиотеки будут обновлены. И они обновляются. То есть я когда смотрю список бандлов, версий, которые задеплоиваются на CPI, даже в реальном аккаунте после каждого, после каждого, но часто новые версии появляются. Сможем ли мы, как клиенты, на это воздействовать? Я думаю, что мы не должны вмешиваться в то, что SAP-овские компоненты представляют. Но с другой стороны, мы можем задеплоить свои компоненты. То есть мы можем не трогать компонент, который представляется стандартом SAP-CPI. Рядом с ним мы можем задеплоить свой бандл, который будет содержать новую версию библиотеки. То есть получается мы получим CSV-принтер, который идет из коробки, который используется CSV-конвертором, стандартным шагом, и его мы не трогаем. А рядом мы деплоим бандл, который содержит JAR-библиотеку с нужной версией. Например, в данном случае более новой 1.8 версии. И тогда опять следующим шагом пойдет. Нам нужно будет убедиться, что загрузка класса идет не из стандартного бандла, а из того бандла, который мы рядом с деплеем. И здесь нам тогда потребуется вмешиваться в заголовки манифеста перед тем, как мы деплоим iPhone на runtime. То есть явно указать, что мы хотим именно эту версию использовать, а не просто этот класс. То есть OSGIS-спецификация сама и CARAV позволяют иметь одни и те же классы в разных версиях, да? Да, на самом деле мы сейчас даже это сможем продемонстрировать. Команду другую буду использовать. OSGIS-спецификация Find Class. С помощью Find Class мы можем посмотреть все бандлы, в которых был найден этот класс. В данном случае CSV-принтер. И у нас как минимум два должно появиться. На самом деле даже больше. У нас появятся CSV-бандлы всех iFlow плюс, собственно, сам бандл, в котором у нас эта библиотека встречается. Обманул вас. Не всех iFlow, а только того iFlow, где мы эту библиотеку явно загрузили. То есть вот у нас бандл нашего iFlow, где мы использовали более новую версию 1.8. Вот у нас бандл 460, который у нас в примере появился, который был подгружен через привязку зависимости, более старая версия. И у нас есть еще несколько других бандлов, которые тоже содержат эту библиотеку. А если мы хотим версию самого Джарника здесь увидеть, нам надо в манифест каждого бандла будет заглянуть, да? Да, нам тогда потребуется в манифесте посмотреть, какую версию библиотека. Более того, здесь у нас, когда мы используем Find Class, у нас не указывается, класс экспортируется или нет. То есть, например, в Mantis iFlow у нас класс явно не экспортировался. Мы нигде не указывали, что мы хотим его экспортировать. И для того, чтобы нам посмотреть, какие классы реально экспортировались, мы можем сделать следующее. Например, я возьму не 700, начнем с 775 сначала с Mantis и только этот класс возьму. У каждого класса, когда Osger Runtime определяет, какие ресурсы, какие классы есть в пакете, у него будет флаг экспортируется он или нет. То есть, в данном случае мы видим, что ExportedFault. То есть, другие пакеты его использовать, его подгрузить с помощью концепции, ну, скажем, подгрузки классов, которые Osger использует, не сможет. Если я посмотрю 460, да, 460, этот же класс, мы видим, что у него ExportedTrue. То есть, вот такие классы смогут использоваться другими пакетами. Это то, что мы в примере использовали для локального карафа, когда пакет 1, пакет 2 деплоились и в одном мы Exported сделали пакет, Java пакет. И все классы в этом пакете были бы помечены ExportedTrue. также здесь. То есть, мы видим, что эти классы обнаружены в ресурсах ряда пакетов iFlow пакета, но экспортируются они, например, 460. То есть, те классы, которые пакет не экспортирует, другие классы, другие пакеты импортировать к себе не смогут. Таким образом, они смогут быть изолированы. С другой стороны, так как у каждого ОСГИ Бантла будет свой загрузчик классов, то загрузчик классов по тому дереву, то, что мы видели пакетов, он сможет по нему пройтись и от самого крайнего начать подгружить классы. Те классы, которые экспортированы тем самым дальним пакетом. То есть, получается, зона видимости будет все классы, которые экспортируются пакетами, которые подключены к нашему пакету. Плюс все локальные классы, которые он найдет в данном случае, получается, он найдет внешний класс, который экспортирован внешним пакетом к МЛССВ. Так как он загружается снаружи, то он, получается, его же и загрузит. Он найдет класс, который, локальный класс, который мы добавили в ресурсы нашего iFlow, но он его уже не подгрузит, потому что загрузчик уже сработал, загрузчик уже подгрузил версию класса с внешнего пакета. Еще вопросы от Станислава Бобровского. Вопрос, как найти такие зависимости? То есть, насколько я понимаю, ситуация, мы в UI кладем какую-то библиотеку типа CSV-принтер, типа Apache Commons, ну, какую-то другую в данном случае в вопросе Станислава, допустим, и наталкиваемся на то, что она работает не так, как ожидается локально, и как таких ситуаций избежать в целом, то есть, как определять, что при загрузке очередного джарника мы можем получить конфликтующие классы. здесь я бы сказал, что если не смотреть во внутренности с помощью таких хаков, по крайней мере, мы можем посмотреть, есть ли какие-то классы, есть ли какие-то ресурсы, которые у нас импортируются, которые определяются в манифесте. То есть, я сейчас беру тот бандл, который мы скачали из рантайма, если я посмотрю его манифест, то здесь я увижу, здесь будут ресурсы, сервисы, которые мы хотим подключить, которые iFlow нужны для подключения, и мы увидим раздел импорт пакет, это те Java пакеты, которые наш пакет хочет импортировать, ожидает импортировать из среды исполнения. Можем посмотреть, кстати, CSI. Нет. То есть, я немножко прокомментирую, очевидно, напрашивается идея какой-то утилиты, которая могла бы для данного интеграционного потока, видя то, что есть джарники, получить из джарника, загрузить его и посмотреть, получить список классов, и найти аналогичные классы в OSGI и сравнить их версии. То есть, технически такое сделать можно, но сейчас такого инструмента автоматической проверки, естественно, нет. Я не видел такого инструмента из коробки. Да, технически мы можем использовать, у нас есть информация о том, какая зависимость пакетов, то есть, bundle 3, длинная иерархия, мы можем посмотреть, какие пакеты подключаются с нашим пакетом. Второе, мы можем посмотреть с помощью find class и с помощью класса, bundle classes, мы можем посмотреть, что есть в пакете и с помощью find class мы можем посмотреть по задному классу, а где еще, в каких еще бандлах этот класс встречается. То есть, например, CSV принтер, мы получили список всех пакетов, всех бандлов, где этот класс найден, мы можем отфильтровать их и посмотреть только те, у которых exported true, потому что мы знаем, что остальные это будут локальные, они в загрузке не участвуют для нашего пакета и можем посмотреть эти бандлы, у которых true флаг, появляются ли они в иерархии привязывания пакетов по bundle 3, потому что если получится, как в данном случае получилось, у нас 460-й бандл, он экспортирует CSV принтер и он подключен к нашему бандлу iPhone, то есть получается, что в порядке загрузки класс, который будет найден в том бандле, в внешнем бандле, у него приоритет выше, он будет подгружен первым, и find-class мы нашли, что у нас есть класс, который, есть этот класс в нашем iPhone и есть в бандле команд CSV, таким образом можно понять, что несмотря на то, что есть в обоих, подгрузился этот, плюс тот сценарий, когда мы посмотрели из какого реально бандла в данном iPhone мы подгрузили класс, то есть вот эта вещь, когда мы через имя класса находили его локацию. Мы тоже можем посмотреть в данном iPhone для заданного класса, из какого бандла реально класс-лоудер рантайма подгрузил этот класс. Я так сейчас думаю, технически возможно. Тут еще самый, наверное, интересный для всех слушателей вопрос в чате от Андрея Бородина прозвучал. Как стать таким же крутым, как Вадим Климов? Ладно, работайте вместе. Я на самом деле какие-то вещи просто как эксперименты использовал. Понимаю, что мы на таких созвонах можем посмотреть, чего не хватает. Может быть, то, что вы увидели в этих примерах, может быть, что-то улучшить можно. Потому что идея в том, что потом куда-нибудь это выложить, посмотреть, что из этого получится. Или не получится. Пишите свои мысли, пишите пожелания. Будем думать можно-нельзя. Будем смотреть, как это сделать. Да, Вадим, спасибо тебе огромное. Очень-очень круто. Я думаю, для первой сессии на Пимоне в этом году это прям отличное начало, отличный заряд бодрости. Илья, ну что, мы сильно выбились из графика, но нам нужно обязательно передать слово нашему второму докладчику. да? Спасибо.